Киров был его лучший друг Они в баню ходили вместе с Киром Тут вот на ближней даче там баня построена Придачная баня А рабочий Иван Дубинин думал, что никого нет А там такой порядок, все мылись там И Сталин там мылся То Иван Дубинин залез туда на полок Понимаете, давай мыться Вот Намылися, все это такое дело Вдруг, значит, в дверь стук дернул за крючок Дубинин говорит, кто там? А они приехали оба с Кировом А Сталин говорит А-а-а, Дубинин Ну мойся, мойся, мы подождем Киров смеется, стоит Потому что тут Кириллин стоял с ним, Николай Смеется, стоит Помылись, говорит, Киров Так Вот Где, говорит, я уже? Вмыли, говорит, весь Оттянул на себя рубашку, штаны, говорит Так Вот Выскочил, говорит, оттуда Он спрашивает Ну как? Товарищ Это самое Дубинин Помылись? Помылся, товарищ Сталин Хорошо, спасибо Ну, ты подожди Ты поддашь нам пару здесь Рабочих Вот Вот они забрались на потолок На полок С этим самым Взяли по венику С Кировым Так И кричат Хозяин, поддай пару Ну, Дубинин Мусат Воды туда На камень Как даст Пару полно На этой самой На полке Где-нибудь Облегует какую-нибудь Высоту Ну, там С лесом Там Недалеко от дачи Ну Товарищи Привезут туда Буфет Раскинут столик На этом И вот они С Кировым На эту Заберутся Значит Горку Там И сидят Значит Закусывают Грузинское Вино Упивают А наш брат Там Лукьянов Был Потом Значит Кузнецов Борис Умер уже Который Политзанятия У нас вел Полкирилин Николай Вот Ну Стоят они Поддель Стоим Поддель Скажем Вот Сталин Подзывает Значит И говорит Значит Это самый Выпейте с нами За компанию Назливает Скопку Так Ну Говорим Что ли Говорят Другие Товарищи Товарищ Сталин Мы на посту На почту Не можем А Киров Говорит Выпейте Я говорит Не скажу Ведь власть Могила Ну Киров Был оптимистический Человек Такой С которым Они в городки Играли Киров Играл С власиками На пару А Сталин Играл С рабочим По кухне Харьковским Когда он Поехал в Глинград 28 ноября 1934 года Мы Комиссар Любовицкий Павел Смирнов Вначале Провожали их На Ленинградский Вокзал Кирова И Сталин Сталин Провожал Кирова Теплосом Попрощался Обнял Его Понимаете Так И они Попрощались И Киров Поехал В Глинград Через день И через Полтора Его У него Ноги Болели Я Еще В 33 Году Ездил С ним На Малую Мацесту Принимал Ванны Старые Ботинки Так Умер За Два Года До Смерти Только Он Пригрошать Стал Парикмахера Вот А так Безопасная Бритва Сам Брился И Ножницами Подстригал Усы Сам А потом Сталинские Лауреаты Сталинской Премии Которые Денежки То Сталина Были Денег Говорят У него По Сообщению Полковника Института Военной Истории Таратут Осталось 4 рубля 40 копеек На сберкнижки В Туршском Тосе Шел Дождик Ехали Мимо Автобусной Остановки Народа Много Стоит И мокнуть Там Ну Кто С чемоданом Кто С мешком Кто С чем Сталин И говорит Ему Он Называл Хозяин Его Хозяин Мы Едем По пути Пойди Пригласи Мы Сейчас Усадим В две Машины И довезем До дома Вот Остановил Машину Я Говорит Пошел И говорю Товарищи Товарищ Сталин Вас Приглашает К себе В машину Поскольку Мы едем По пути Мы вас Довезем Ну Те Конечно Посмотрели Говорит На меня Как Начокнут Начокнут Так И Ни Один Не Сдвинулся С места Так Как Это Сталин Приглашает Зачем Прихожу Прихожу И И вот Значит Первую Партию Отвезли А там Еще Осталось Так Всех То Невозможно У него Машину Воплотить Пока Вернулись За второй Партию И он Ехал За второй Партию А там Понимаешь Тысяча Сотни Людей Собралось Узнали Что Сталин На машине По пути Ну Ну Говорит Что Говорим Ему Товарищ Сталин У нас Бензин Кончился Так Объяснить Надо Народу Время С одной Звездой Решили Его Наградить Звездой Героя Советского Союза Ворошилов Там же Издали Указ Это Все Заочно Не говоря Им Наградить Товарища Сталина За Организацию И так далее Звездой Героя Советского Союза Он Узнал Об этом Вот Говорит Подлецы Подхалибы Я Говорит На На Фронте Не был В штыковую Говорит В атаку Не ходил Какой Я мог Герой Герой Советского Союза Я Задавал Орлов Вопрос Такой Рекомендант Он был Вот 37 Говорят Что Лучший Друг Берия У Сталина Он Мне Отвечает Не знает По-моему Берия У Сталина Не был Ни правой Ни левую Упору Молотов Я Присутствовал В двери Далеко В Георгиевском Зале Но там Был Петров Заместитель Директора Большого Театра СССР Федор Стар И Большевик В шестидесяти Еще Либо Сталин Там Значит Был Такой Случай Сидел Пирогов Народный Отис СССР Большого Театра И Молотов Значит Выпили Молотов Так Набрался Ни мама Ни папа Не можете Выговорить Так Говорит Пирогову Спой что-нибудь Пирогов Пирогов Говорит Да Вишлаг Михайлович У вас У самого Хороший голос Спойте Вы Значит Он Молотов Стукнул По стул Под Колин Пирогов Словом Под ручки Взяли Молотова И вывели Из зала Еле стояв Что на ногах После этого Сталин Выступил И говорит Нам Большевикам Не следует Упиваться И напиваться Оба Хрущева У меня Своё мнение Он Плуд Он Также Причастен К репрессиям Значит Хрущев Батангова Приехал Ну и Показаться Значит Выйти Иду Что Вложить Ему Аплодисменты Ажуков На первом Вяду Сидел Он Не встал Все Встали Он Не встал Так Потом Значит Он Звонит Ты Что Неуважение Ко Мне Весь Народ Аплодирует Мне А ты Не встаешь Ажуков Ему Отвечает У меня Ишиаз Он Говорит Знаю Знаю Какой У тебя Ишиаз Так Аж Асталин Так Не выпячивался Приедет Сядет Туда В этот Самый В угол И сидит Как Парад Победы Должен Ему Хрулев Начальник Тыла Приготовил Три Формы Толковая Подкладка Красная Накидка Там Шелковая Ну В общем Так Как Павли Все равно Их Рулев Снарядил Трех Молодцов Атлетического Телосложения Военных И одел На них Генералисси Морские Формы Со всеми Акседвантами Там И так далее Вот И привел И показать Сталину Эти формы Значит Приемную Там В Кремле Сталин Вышел Это что Такое А Крюлев Говорит Сталин Вот Форма Генералисси Которая На парад Вам Так Которая Вам Понравится Вы Пожалуйста Обивайте Так Он Викте Фуган Вот Крюлев Скомандовал Кругом Эти Все Генералисси Кругом И Из Приемной На этом Смотр Закончился И он Никогда Не одевал Этой Формы Зан Умер У них Поминки Были Здесь На ближней Даче Зан Плохо Себя Чувствовал Он У него Астма Он Он за дерево бывало схватиться, понимаете, еле отдышаться. Старостин говорит, подбегу, товарищ Жданов, вам что-нибудь помочь. Он говорит, я сейчас отдышусь, ничего мне не надо помогать. Ну вот умер Жданов в 48-м году, по-моему, так. Вот. И променки были. Значит, все были члены политбюро. Ну, набрались изрядно. Все, конечно. В том числе и Коба. Ну, Коба, знаете, кто такой? Итак. Ставили в булку 60-летию постановку Хринникова в Станиславском театре. Старин приехал на эту премьеру. Ну и там, значит, крестьянка Наташа стреляет в кулака Сторожева по ходу действия. Сторожев упал, а выстрел не получилось. То есть там не хлопнули, значит, проморгали сзади, за кулисами. Вызывает Старин Номировича Данченко, а он думал, что он вызывает его по выстрелу. Номирович говорит, товарищ Старин, вот извините, что у нас режиссерская вот такая ошибка произошла. Выстрел-то не получилось, а Сторож упал. А Старин говорит, ну и хорошо, что не получилось. Зачем людей пугать? Спасибо за сердце счастливое наше. Нет юности, милиции, деды и красных. Мы вам обещаем отлично учиться. Забыть, что я везде была, в единице. Мы сегодня пионеры, завтра будем инженеры, трактористы и врачи, солевары и скачи, агрономы, педагоги. Нам открыты все дороги, все дороги, все пути. Только знай себе России! Мы первые везде, мы первые везде. Создав работать нужно, что друг на праздник жил, Что встали в работу, посвали. Привет, насто, строительство наше. Создав работать нужно, что друг на праздник жил, Что встали в работу, посвали. Привет, насто, строительство наше. Это городок на свете страшит, Для всех вперед, всегда найдет continuer слова. Стра operations, родители Москва, Москва. Привет, насто, строительство наше. Это городок на свете страшит, Для всех вперед, всегда найдет baterей слова. Субтитры подогнали Симон.